Всего несколько дней остается до встречи нового 2017 года. Праздничный новогодний вечер каждый из нас будет стараться провести как можно веселее и радостнее. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Как правильно встретить огненного петуха, чтобы грядущий год принес только счастье, удачу и гармонию, узнала Любовь Пермякова. Новый год – это время окунуться в сказку. А сказку можно сделать своими руками. Вот, например, оформить стол в стиле а-ля Рус с хозяином русского стола самоваром, баранками, корзинками, а еще вот с такой сладостью – петушком. Ведь это не просто леденец, это еще и символ наступающего года. Чтобы символ наступающего года остался доволен и принес удачу, он обязательно должен быть на новогоднем столе. Это может быть не только леденец, пряник в виде петушка или печенья, но и элемент декора на скатертьях, салфетках, посуде или разнообразные фигурки, статуэтки из глины, стекла или фарфора. Если с прошлого года у вас остались свечи и нарядные подсвечники, то смело можете доставать их и в этом году, так как огненная тематика приветствуется. Что же касается цветовой гаммы, здесь нужно отдать предпочтение красному, розовому, оранжевому, золотистому или белому цвету. Вот такой стол, он достаточно классический, и продукты такие, которые наверняка есть у всех, и самый необходимый атрибут – шампанское в новогоднюю ночь. Красиво, достойно, свежо, ярко. И самый такой креативный, наверное, из этих столиков. Ну, он креативный, яркий, молодежный, веселый. Тоже тут интересные такие моменты из запасников домашних. Красивый, тоже бокалы сами сделали, да? Скалы сами, да, у нас рукодельцы такие, все очень просто, да. Не знаю, как эта техника называется, но очень просто. Кружево, вот ленточка атласная, и замечательно так получилось, да. А скаты, я так понимаю, тоже сами делали своими руками, да? Если я скажу, откуда это сари, это сари, сари из Индии, да. Поэтому вот такое вот оно получилось и необычно. Что же касается праздничного наряда, чтобы и гостей поразить, и хозяину 2017 года угодить, нужно быть в красном. А можно приобрести наряд бордового, алого и даже розового цвета. Эти правила касаются года красного огненного петуха. А он вступит в свои права 28 января 2017 года с наступлением китайского Нового года. Как встречали Новый год наши предки, мы и поинтересовались у сотрудников этнокультурного центра. В этот день на столе обязательно появлялись калачи. Это один из символов вот такого солнышка. Калачи пекли из белой муки. Хотя обычно ели хлеб ржаной, конечно, у нас и хлеб, когда он появился уже, да. Но калач всегда был из белой муки, старались его сделать. И не даром говорить, что даже калачом не заманишь, да. То есть вот если это что-то богатое считалось. Значит, не употребляли спиртное, чтобы не быть в охмелю в этот день. На Руси к Новому году готовили кутью со сливками, пекли блины и стол был обильным. Считалось тогда и весь будущий год будет в достатке. К Новому году в избах наводили чистоту. Мыли пол, натирали зеркала до блеска. Выбрасывали из дома всю разбитую, колотую или треснувшуюся посуду. Избавлялись от предметов, напоминающих о неприятностях минувшего года. А еще нужно было надеть новое платье. Считалось, что тогда много обновок будет и в течение года. Также в новогоднюю ночь гадали с петухом. Кстати, это гадание – одно из самых старинных, а в этом году и очень актуальное. Ровно в полночь по полу рассыпали зерна. Затем брали с нашества петуха, желательно черного, и пускали его в комнату. Если петух не клевал зерно, то год считался не очень удачный. А если пернатый с аппетитом уплетал угощение, то это сулило большую дачу. Наш местный символ года не подвел. А это значит, наступающий 2017 год в Ненецком округе будет счастливым. Вот только осталось подождать совсем немного. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Владислав Носкин, Телеканал Север.